Патриотичная акция «Читаем верш по беларуску» присвечена знаковой дате истории нашей краины, 70-ти годию вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Это великая дата для всего нашего беларусского народа, и в преддверии этой даты мы организовываем такую патриотичную акцию. Мета этой акции – звернуть увагу граждан, особенно молодых беларусов, на эту значную дату. Открыл литературный марафон руководитель области Константин Сумар. Губернатор прочитал выпускникам областного лицея стихотворение своего любимого автора Петруся Броуки «Обрезской крепости». Ее штурмовали сурово, без конца, часами крышили со стены глухие, Оле не изникали ее воронцы, мосне от гранита и груди людские. Литературная встреча губернатора и учащихся областного лицея имени Машерова была продуктивная и довольно интересная. Беседа председателя областного исполнительного комитета и выпускников лицея от темы книг плавно перешла на разговор о современном образовании и вопросах о жизни. Учащихся интересовало, кем губернатор мечтал стать в детстве, о том, насколько сложна профессия руководителя региона, а также его мнение о месте родного языка в обществе. Диалог получился очень искренним и плодотворным. Мне сегодня дети сказали, что было бы правильно, если бы в школе был бы не один урок по изучению белорусского языка, а хотя бы два. То есть неправильно уже ставить вопрос этот вот. Я не чувствую, что надо им больше таких уроков для того, чтобы они быстрее изучили свой белорусский язык. Поэтому акции эти как раз нужны, они необходимы и надо их проводить. Мне кажется, что такие встречи надо проводить, как много частей, потому что, по-перше, они развивают молодь, развивают молодь культурно. Это значит, что мы читали верши, а губернатор сам читал верши и спробовал разговаривать по белорусскому. Это не как рухая, это развитие одного линия белорусской мовы. В рамках акции для губернатора региона сотрудники областной библиотеки организовали экскурсию в особое помещение, где хранятся эксклюзивные издания. Например, второй выпуск всем известного журнала «Вокруг света», датируемый 1927 годом. Первая книга учета литературы Горьковки, небольшое собрание сочинений начала 16 века. К сожалению, сегодня условия не позволяют хранить эти раритетные издания в нужных температурах и специализированных помещениях. Однако уже сегодня есть разработанный проект новой пристройки. Эта пристройка, которая сделана проектами, но как раз она по площади равнозначна тому зданию, в котором мы сейчас находимся. Но оно и надо, потому что по санитарным нормам, насколько я знаю, вот эти площадя позволяют иметь примерно 500 тысяч экземпляров. А мы имеем уже, если быть точным, 854 тысяч. Поэтому уже даже по санитарным нормам и по архивным даже нормам, ведь тоже книжка, как и человек, она тоже любит, чтобы там и определенный климат был, и воздух. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.